Слева, склонившись над ними, трудился сгорбленный старик, чья кожа походила на цвет камней. Он был так поглощен своим занятием, что, казалось, только смерть могла бы оторвать его от работы. Сад представлял собой буйство цветущих кустов, разноцветных камней и безукоризненно подстриженных кустарников. Наконец впереди показался дом, длинное приземистое строение, выдержанное в испанском стиле. — Интересно, — подумал Эллири, — этот старик, с головой ушедший в заботу о саде камней, часом не сам ли уолтер Готфри? — Это Джером, — пояснил инспектор, угадав его мысли. — А кто такой этот Джером? — Безобидный старый пень из местных. Сдается мне, он единственный друг старины Готфри на всем белом свете. Он вроде Доброго Пятницы в робинзоновом хозяйстве Готфри. Иногда водит одну из его машин, сторожит, помогает хозяину копаться в его каменном саду вечности и все такое. Глаза инспектора Моллея приобрели задумчивое выражение. — Теперь о том, что бы мне хотелось сделать. Первым делом нужно выяснить насчет ночного звонка Эрли Корту. — Я не уверен, что мы можем попробовать проследить. — Проследить звонок, сделанный не через коммутатор? — хмыкнул Эрли. — К тому же наш юный друг Корт говорит, что потерпел неудачу, пытаясь выяснить, откуда звонят. — От того, что говорит юный Корт, — хмуро обронил инспектор, — мне не жарко и не холодно, хотя один из моих парней уже проверил его, и, кажется, он говорит правду. — Ну вот мы и приехали. — Выше носик, мисс Готфри. Вы же не хотите еще больше расстроить вашу мать? Ей сегодня и так досталось. Роза механически улыбнулась и запустила пальцы в волосы. Во внутреннем дворе застыла небольшая группа людей. Вокруг них без устали становали крутые на вид парни. С балкона на прибывших уставилось несколько пар испуганных глаз, видимо, обитателей дома. Никто даже не перешептывался. Вокруг стояла пестрая мебель. В центре патио бил фонтан. Пол был украшен разноцветными плитами. В блеске солнечных лучей вся сцена выглядела нереальной, словно изображенной на картине сумасшедшего. Когда Роза выскочила из полицейской машины, к ней бросилась высокая смуглая женщина с красными заплаканными глазами, прижимавшая к груди носовой платок и ничего не видящая вокруг. Обе женщины обнялись. — Со мной все в порядке, мама, — тихо произнесла Роза. — Но, но, Дэвид, я боюсь... — Роза, дорогая, о, слава богу! Успокойся, мама, мы так волновались за тебя. Это был такой, такой ужасный день. Сначала ты и Дэвид, а потом Джек... Мистер Марко, дорогая, его убили. — Мамочка, пожалуйста, держи себя в руках. Это просто все пошло кувырком. Сначала с утра пропала Питц. Я не знаю, где она. Потом ты и Дэвид, потом мистер Марко. — Знаю, знаю, мама, ты уже говорила. Но Дэвид, он... он... Не знаю, мама. Я не знаю... Кто такая Питц? Шепотом поинтересовался Эллири у инспектора Молея. Будь я проклят, если знаю. Погодите минуту. Инспектор извлек из кармана записную книжку и заглянул в нее. — О, это одна из горничных. Личная горничная миссис Готфри. Но миссис Готфри сказала, что она пропала. Молей пожал плечами. — Она, наверное, где-то поблизости. Я не собираюсь прямо сейчас пускаться на ее поиски. — Погодите, пока я справлюсь с этим. Я... Он замолчал и принялся ждать. Взъерошенный молодой человек занял позицию у входа в патио и, кусая ногти, не спускал глаз с розы. Затем раздраженно тряхнул головой и, переменив выражение лица, с угрюмым видом отошел в сторону. Маленький седой толстяк, одетый в грязные брюки, шаркая, вошел через ворота и неуверенным жестом взял розу за руку. У него была вытянутая, яйцевидная голова, очень маленькая по сравнению с толстым туловищем, что делало его похожим на шалтай-болтая. Подбородка у него не было вовсе, отчего длинный пиратский нос казался еще длиннее. Маленькие, жесткие, почти змейные глазки, совершенно бесцветные и ничего не выражавшие, смотрели, не мигая. Одним словом, его можно было принять за помощника-садовника или подручного повара. В его облике не было ничего, что свидетельствовало бы о власти, если не считать змейных глаз, точно так же, как его манера держаться не наводила на мысли о человеке, ворочавшем огромном состоянии. Олтер Готфри взял дочь за руку, как самый обыкновенный пенсионер, и совершенно игнорировал жену. Водитель полицейской машины уехал, и через несколько неловких минут, молчание, все семейство Готфри вошло в патио. — О, господи! — прошептал инспектор, щелкая пальцами. — В чем дело? — громко поинтересовался судья Маклин, который не успел разглядеть Готфри. — Я вычислил. — Его! Я хочу сказать. Подождите, пока я сделаю пару звонков. — Да-да, Джой, я иду. Продолжай расспрашивать. Инспектор Мулей поспешно завернул за угол дома. Затем его голова появилась снова. — Ступайте внутрь и подождите меня, судья. И вы тоже, мистер Квинн. Я сейчас буду. И он снова исчез. Элери и судья неуверенной походкой направились в патио. — В присутствии богачей я всегда испытываю благоговейный страх, — пробормотал Элери. — Пока не вспомню Прудона. — И что сказал твой Прудон? — Всякая собственность есть кража, — судья охмыкнул. — После чего я начинаю чувствовать себя гораздо увереннее. Даже будучи застенчивым, могу не теряться в компании воров. — Следовательно, мы можем чувствовать себя как дома. Ты и жить не можешь без софистики. А я не могу забыть, что в здешнем воздухе витает запах смерти. — Очевидно, кое-кто из той почтенной публики тоже. Ты знаешь кого-нибудь из них? — Мне души. Пожилой джентльмен пожал плечами. — Судя по кислому выражению физиономии Готфри, если этот подозрительный жулик и есть Готфри, боюсь, нам тут не больно рады. Роза устала поднялась с плетеного кресла. — Простите, судья, я... Я немного расстроена. Мама, папа, это судья Маклин. Он предложил нам свою помощь. А это мистер Элли Реквинн, детектив. Я... Где он? Над ломленным голосом неожиданно воскликнула она и разразилась рыданиями. Никто не понял, кого она имела в виду. Дэвида Каммера или Джона Марко. Загорелый молодой человек вздрогнул. Он выскочил вперед и протянул руки к ней. — Роза! — Детектив! — пробормотал Уолтер Готфри, отряхнув свои грязные брюки. — Мне кажется, их тут целая свора. — Роза, прекрати шмыгать носом. Что за манеры? Должен сказать, что этот негодяй получил по заслугам. И я надеюсь, что этот благодетель человечества, который прикончил его, останется безнаказанным. Если бы ты чаще слушала своего отца, вместо того, чтобы... — Примилый тип! — пробормотал Элли Ри, повернувшись к судье, когда Стелла Готфри бросила гневный взгляд на мужа и поспешила к дочери. — Полюбуйтесь на нашего юного героя. Вездесущий обожатель. Явно чувствительный к слезам, хотя не могу сказать, что в данном случае я его осуждаю. Как вы думаете, та дама, похожая на боржу, часом не буйная, миссис Констебль, о которой упоминала Роза? Лаура Констебль, облаченная в утреннее платье, ослепительно красного цвета, неподвижно восседала неподалеку. Она не видела ни двоих мужчин, ни Стеллу Готфри, сопровождавшую Розу, ни Эрли Корта, кусавшего губы, ни Олтера Готфри, ни доброжелательно взиравшего через патио на детективов. Эта женщина была невероятно толста, даже несмотря на утягивающий ее под платьем корсет. Ее грудь казалась просто необъятной. Но размеры этой женщины были ничто по сравнению с безмерностью, охватившего ее ужаса. Ее безжизненное обрюзгшее лицо, покрытое толстым слоем косметики, выражало не просто страх, а настоящую панику. Вряд ли это объяснялось присутствием целой толпы полицейских и даже близостью мертвого тела. Эллири внимательно рассматривал ее. На заплывшем жиром горле нервно пульсировала жилка, а левый глаз непроизвольно подергивался. Толстуха дышала медленно, с трудом, как если бы страдала астмой. — Все, как в плохом спектакле! — хмуро буркнул он. — Интересно, что ее так тревожит? — Трудно сказать. — А это, полагаю, сидят мунны? — пробормотал судья Маклин. — Прелюбопытный зверинец, сынок. Эту женщину не узнать было трудно. Ее красивое лицо не сходило со страниц газет и журналов. Будучи родом из грязной провинциальной дыры Среднего Востока, она заблестела в лучах ненадежной славы прежде, чем ей исполнилось 20, став победительницей многочисленных конкурсов красоты. Какое-то время она была моделью, обладая прелестным лицом, с необыкновенно белой кожей и стройной фигурой. Она была на редкость фотогенична. Потом она исчезла и через некоторое время появилась в Париже в качестве жены американского миллионера. Двумя месяцами позже выгодно развелась и заключила контракт с Голливудом на съемку в фильме. Этот эпизод ее жизни был одновременно скоротечным и бурным. Не обладая особыми талантами, она успешно прогремела в нескольких громких скандалах и, оставив Голливуд, вернулась в Нью-Йорк, почти одновременно с этим заключив другой контракт, на этот раз возникнув в схожей роли на Бродвее. И вот тут-то Сесилия Боул и в самом деле нашла себя, ибо ее скандальная слава переходила из одного ревью в другое с той космической скоростью, какая, возможно, лишь на Бродвее и в балканской политике. Потом она встретила Джозефа А. Муна. Мун был тот еще крепкий орешек. Парень с Дальнего Запада, в тяжелые времена забивавший скот за 30 долларов в месяц, он вступил в карательную армию Першинга во время войны с Панчо-Вильей, потом попал в водоворот европейского конфликта. Примечание. Першинг Джон, годы жизни, 1860-1948, генерал. В 1916 году командовал войсками, которые преследовали мексиканских повстанцев во главе с Панчо-Вильей. Заслужив звание сержанта и две медали во Франции, он вернулся в Штаты героем без гроша в кармане и с тремя шрамами отшрапнели. Однако эти раны не уменьшили геркулесовой силы Муна, что следует из его дальнейшей истории. Почти сразу же он покинул Нью-Йорк и исчез на видавшем виде лайнере. Много лет о нем не было ни слуху, ни духу, затем неожиданно он вернулся в Нью-Йорк. Уверенный в себе сорокалетний мужчина, смуглый, как метис, с такими же курчавыми, как и в молодости, волосами и состоянием в несколько миллионов долларов. Как он их заработал, не знал никто, кроме его банкира. Но слухи утверждали, будто источником его богатства послужили революция, скот и рудники Южной Америки. Джо Мун прибыл в Нью-Йорк, одержимый одной идеей, как можно скорее наверстать упущенные им за годы странствий, рискованных компанией и связей с женщинами-полукровками. В том, что он наткнулся на Сесилию и Убол, нет ничего странного. Их встреча произошла в модном ночном клубе, где хмельное веселье было в самом разгаре, а музыка будоражила кровь. Мун беспрестанно пил, швыряя деньгами с бездумной легкостью Махараджи. Он показался ей таким большим, таким властным и таким непохожим на других бледнолицах мужчин, к которым она привыкла. И самое главное, был так набит деньгами, что Сесилия, само собой, нашла его просто неотразимым. На следующий день Мун проснулся в полдень в номере отеля «Коннектикут» и обнаружил рядом с собой жеманно улыбающуюся Сесилию. На бюро лежал брачный контракт. Другой устроил бы скандал, пригрозил самыми страшными карами или обратился бы к адвокату в зависимости от темперамента. Но Джо Мун лишь рассмеялся и сказал, «Хорошо, детка, ты меня подловила, но я сам виноват и, надеюсь, ты не из тех, кого надо долго уламывать. Однако помни лишь одно — отныне ты жена Джо Муна». «Как я могу это забыть, красавчик?» — проворковала она, прижимаясь к нему. «Это будет закрытая корпорация. Усекла? Я не собираюсь выпытывать о твоем прошлом или о том, с кем ты тут развлекалась. У меня и у самого прошлое с душком. Бабок у меня полно, больше, чем кто-либо мог когда-то предложить тебе. И я надеюсь, что смогу ублажить тебя. Так что смотри, никаких любовников!» И он быстро изложил ей свою точку зрения. Сесилия немного поежилась. Она и по сию пору помнила жесткий взгляд его черных глаз. Произошло это несколько месяцев назад. Сейчас Мунны, муж и жена, сидели рядышком в патио Гассиэнды у Олтера Готфри, немые, как рыбы, и едва дышали. Состояние Сесилии Мун нетрудно было угадать. Под слоем косметики она была смертельно бледна, и ее руки сплелись на коленях тугим узлом, а огромные серо-зеленые глаза выражали страх. Ее грудь медленно вздымалась и опускалась сдерживаемыми волнами. Она явно была напугана. Напугана не меньше, чем Лаура Констебль. Мун возвышался рядом с женой. Его черные глаза, под прикрытыми смуглыми веками, бегали словно крысята, ничего не упуская. Большие мускулистые руки были спрятаны в карманы спортивного пиджака. Его лицо оставалось бесстрастным, словно лицо профессионального игрока. Где-то в глубине сознания Эллири мелькнула мысль, что загорелые мышцы этого ковбоя, скрытые свободным костюмом, напряглись, как если бы он готовился к решительному прыжку. Казалось, он что-то знал и был готов ко всему. — Чего они все так боятся? — прошептал Эллири судье, когда в дверях дальнего конца патио появилась мощная фигура инспектора Моллея. — Никогда не видел компании напуганной сильнее, чем эта. Пожилой джентльмен какое-то время молчал. Потом медленно произнес. — Меня больше интересует тот парень, которого убили. Я хотел бы взглянуть на его лицо. Интересно, он тоже был чем-то напуган? Взгляд Эллири скользнул по неподвижной фигуре Джо Муна. — Я бы не удивился, — шепнул он судье. Детектив широкими шагами поспешил к ним. — Почти ничего нового, — доложил он тихим голосом. — Я проверил в телефонной компании. Вчера ночью они зарегистрировали звонок из коттеджа Уоринга. — Замечательно! — воскликнул судья. — Не так уж и замечательно, потому что это все. Никакой возможности узнать, никто звонил, никому звонили. Однако звонок был местным. — А-а-а! — Да, признаю, это уже кое-что. — Похоже на то, что великан рапортовал кому-то сюда, в дом. Однако попробуйте это доказать. На челюсти инспектора выступили тугие желваки. Но теперь мне известна личность этого громадного господина. — Похитители? — Я знал, что до меня это дойдет. Так вот теперь я все выяснил. Молей сунул в рот мятую итальянскую сигару. — Так слушайте, вы мне просто не поверите. Это субъект по имени капитан Кид. — Чепуха! — запротестовал Элери. — Так можно дойти, черт знает до чего. С повязкой на одном глазу? Ну, знаете ли. Капитан Кид? Удивительно, что у него не было козлиных копыт. — Возможно, повязка на глазу? — сухо заметил судья. — И навела на это имя, сынок. — Скорее, размер его копыта! — усмехнулся инспектор, выпуская ядовитую струйку дыма. — Кстати, насчет копыт, мистер Квинн. Мисс Готфри, описывая нам его, среди прочего упомянула невероятный размер ноги похитителя. Кажется, у него самые огромные башмаки на свете. Кое-кто из тех, кто знаком с ним, называет его буксир Элни, когда хотят достать. Помог также шрам на шее, о котором она также говорила. От пулевого ранения, я думаю. — Настоящий гладиатор? — пробормотал Элли. — И еще кое-что. Никто не знает его настоящего ранга. Просто капитан Кид. Повязка на глазу настоящая. Десять лет назад ему выбили глаз, полагаю, в какой-нибудь потасовке на берегу. — Тогда он хорошо известен в этих краях? — Достаточно хорошо, — мрачно подтвердил Молей. — Живет один в лачуге, на обнажаемом при отливе участке берега, по пути на Барам. Зарабатывает на жизнь тем, что нанимается кем-то вроде рыбака-лотсмана. У него есть маленькая грязная шлюпка или что-то вроде этого. Выпивает по нескольку кварт, клопомора в день, и при этом умудряется оставаться на ногах. Пользуется репутацией скандального посетителя. Отирается в здешних краях лет двадцать, но никто, кажется, ничего толком о нем не знает. — Шлюпка! — задумчиво протянул Эллири. — Тогда за каким лешим? Он угнал яхту у Оринга, если только это неполный кретинизм. Она намного мощнее. На ней можно далеко уйти. К тому же там есть кабина. На самом деле один из моих ребят доложил, что он продал свою шлюпку не далее, чем в прошлую среду. — Любопытная деталь. — Продал, — повторил судья, неожиданно помрачнев. — Такова история. Я разослал сигнал тревоги по всему побережью. Береговая охрана предупреждена и будет на чеку. Он настоящий кретин, если надеется улизнуть после всего, что натворил вчера ночью. Кто-то обошелся с ним, как с сосунком. С таким каркасом, как у него, ему спрятаться не легче, чем слону в цирковой палатке. И обратите внимание, — инспектор попыхтел сигаретой, — он угнал машину. Ее хозяин узнал свою тачку сразу же. Она была угнана с дорожной обочиной, где он оставил ее около шести вечера. Миль за пять отсюда. — Странно, — пробормотал Элери. Его действия не такие уж идиотские, как может показаться на первый взгляд. Такой субъект, как ваш пиратский капитан Кит, мог с легкостью решиться на последнее отчаянное дело и сделать ноги. Судя по тому, что он продал свою посудину, единственный способ заработать себе на жизнь, то похоже на то. Он медленно зажег сигарету. Теперь этот тип на быстроходной яхте, на которой, по вашим словам, может уйти далеко. Если Китду заплатили вперед, то ему ничего не стоит выбросить тело камеры за сотни миль от берега, где оно никогда не будет найдено, и двинуть в любом направлении, в котором вздумается. И даже если вы его поймаете, то где пресловутый и такой неуловимый состав преступления? Мне это кажется более чем вероятным. Он исчез, и боюсь навсегда. Пташка прочерекла мне, инспектор, что вы к этому придете. — Сбежала от меня? — усмехнулся Молей. — В любом случае еще вопрос. Убил ли он вчера Марко? По всему видно, он приволок камера к морю, думая, что это Марко. А тот тип, которому он отчитался по телефону, вероятно, к своему великому удивлению, после звонка Китда, встретил Марко, догадался, что Кит все перепутал, схватил не того, кого надо, и той же ночью сам пришел Марко, пока Кит увозил камеры за множество миль отсюда. Не исключено, — заметил судья, — что Кит причалил где-нибудь к берегу ночью и позвонил своему боссу еще раз. Он мог получить инструкцию вернуться назад и закончить работу. — Возможно. Но я убежден, что мы расследуем два убийства, а не одно с двумя разными убийцами. Но, Молей, они должны быть связаны. — Ну да, ну да, — заморгал инспектор. — Видите ли, Кит должен будет причалить где-нибудь, чтобы пополнить запас горючего. Тут-то мы его и схватим. — Горючего для яхты? — Эллили пожал плечами. Несмотря на всю свою тупость, он справился с заданием. Я сомневаюсь, что из-за такой ерунды, как заправка горючим, Кит совершит ошибку. Возможно, у него где-нибудь в укромном месте припрятан запас топлива. Я не стану повтор... Хорошо, хорошо, у нас еще черт знает сколько дел. Пока я так и не удосужился осмотреть дом. Пойдемте, джентльмены, хочу показать вам нечто поразительное. Эллили извлек сигарету изо рта и жестко уставился на детектива. — Поразительное? — Это нечто. Такое вы видите не каждый день. Мистер Квинн, даже вы... В голосе Молея прозвучал скрытый сарказм. Это должно находиться прямо по тропинке. — Идемте, идемте, инспектор. Вы нас нарочно интригуете. Поразительное что? — Таруп. — О-о-о, замечательно! — усмехнулся Эллили. Насколько я слышал, он был кем-то вроде Адониса. — Вам надо посмотреть на него сейчас, — мрачно заявил инспектор. Адонис по сравнению с ним был просто деревенщиной, с бельмом на глазу. Готов поспорить, что ни одна девица пожелала бы взглянуть на него хотя бы одним глазком, даже если он мертвее мертвой Макрелли. Это самое поразительное зрелище, которое мне доводилось видеть за все те 20 лет, что я смотрю на мертвецов. Он подал в черный театральный плащ, перехваченный металлической застежкой и стянутый у горла шнуром, под которым он был голым. Не полуголым и не почти голым. Он был гол, как в день своего рождения. Оба мужчины разинули рот в изумлении, словно деревенщины на сельской ярмарке. Затем Эллири моргнул и посмотрел еще раз, дабы убедиться, не чудится ли ему это. — Боже мой! — произнес он таким тоном, к какому прибегает эксперт, который с благоговением созерцает произведение искусства. Судья Маклин смотрел молча, будучи не в состоянии что-либо сказать. Инспектор Мулей стоял в стороне, с невеселой улыбкой наблюдая за их потрясенными лицами. — Как вам такое судья? — хрипло спросил он. — Готов побиться об заклад, что за всю вашу службу вам доводилось много раз слушать дело, когда была раздета женщина. Но раздетый мужчина? Представить себе не могу, куда катится эта чертова страна. — Не хотите ли вы сказать, — начал судья, скорчив гримасу отвращения, — что какая-то женщина... Мулей пожал могучими плечами и запахтел сигарой. — Чушь! — возразил Элери, хотя не слишком уверенно. Он не мог оторвать глаз от поразительного зрелища. Голый! Под плащом не было ни единого клочка одежды. Синевато-белый и гладкий торс мерцал в лучах утреннего солнца, словно мраморная статуя, высветленная и отполированная временем. Смерть оставила неизгладимый след на этой упругой коже. У Марко была худая плоская грудь, широкие сильные плечи и тонкая талия. А круглые мышцы на длинных боках уже затвердели. На стройных и гладких, как у мальчика, ногах не было видно вен, а ступни были изящны, почти по-женски. — Красив дьявол! — вздохнул Элери, скользнув взглядом по лицу убитого. Это было лицо римского бога, с полными губами и прямым носом, лишь с легким намеком на Орлины, гладко выбритый вознителя, апатичное и насмешливое, даже мертвое. На нем не было ни малейшего признака страха, о котором упомянул судья Маклин. — Его нашли в таком виде? — Точно в таком, в каком вы его видите, мистер Квин. — Подтвердил Молей. — Если не считать, что плащ не был обернут вокруг плеч, как сейчас, а спадал вниз, полностью закрывая все тело. Мы отвернули полы, и два не потеряли дар речи. Черт знает что, а! Но мы не сдвинули его ни на дюйм. Убийца начитался книжек или съехал с катушек. — А-а-а, вот и наш окружной коронер. Привет, Блэкки! Давай поживее, ладно? — Любопытно! — пробормотал судья Маклин, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить место костлявому мужчине с усталым лицом, спускающемуся к ним по ступеням террасы. — Этот джентльмен-инспектор, он что, имел привычку разгуливать, в чем мать родила? Или вчера вечером выдался особый случай? — Кстати, я правильно понял? Это произошло вчера вечером? — Похоже на то, исходя из того, что мне пока удалось нарыть судья. А что до его привычек, то тут остается только гадать. С кислой миной пояснил Молей. — Если это так, то здешних дамочек должно было бросить в дрожь? Глянь, Блэкки, примиленькое зрелище для церковного хора воскресным утром, а? У коронера отвисла челюсть. — Почему этот парень не голый? Вы его так и нашли? Черная сумка Блэкки скользнула по плитке, когда он наклонился недоверчиво, разглядывая труп. — И в сотый раз, — устало ответил инспектор. — Ответ? Да. Давай действуй, Блэкки, ради всего святого. Тут сам черт ногу сломит, так что я хотел бы получить от тебя самый полный отчет. И как можно быстрее. Трое мужчин отступили немного назад, наблюдая за действиями коронера. Какое-то время ни один из них не проронил ни слова. Потом Эллили спросил, медленно выговаривая слова. — Вы не нашли его одежду, инспектор? Его глаза пробежались по небольшой террасе, недостаток пространства которой компенсировался цветом и атмосферой. Она словно манила отдохнуть. Маленький интимный храм для ничего не деланья. Открытая белая крыша террасы позволяла лучам солнца проникать между балками внутрь и падать на разноцветные плиты на полу полосками света и тени. Здесь во всем чувствовалась рука и глаз искусного декоратора, воссоздавшего атмосферу моря и Испании. Тут были пляжные зонтики, расписанные испанскими цветами красных и желтых тонов, над маленькими круглыми столиками. На столиках стояли ракушки-пепельницы, оправленные в медь кожаные коробочки с сигарами и сигаретами, а также разные настольные игры. На самом верху ведущих на террасу ступеней красовались два огромных испанских кувшина для масла с цветами, а у подножия на плитах еще два. Невероятных размеров, почти в рост человека, со сладострастно выпеченными боками. Они словно были позаимствованы из арабских сказок Шахерезады. В тени высокой скалистой стены стоял на подпорках миниатюрный испанский галеон, который, как потом выяснил Элери, был поделен надвое и служил довольно практичным баром. Несколько великолепных цветных мраморных статуй занимали вырубленные в скалистой стене ниши, а поверху самих стен чья-то искусная рука извояла барельефы испанских исторических фигур. На двух противоположных балках открытой крыши возвышались, словно на страже, два огромных прожектора, на бронзе и призмах которых сверкало солнце. Они смотрели прямо вперед, в пространство между образующими бухту скалами. На круглом столике, за которым сидела обнаженная фигура покойника, лежали письменные принадлежности. Причудливые формы чернильницы, восхитительно инкрустированная коробка для ручек из ракушечника и изящный контейнер для пищи бумаги. — Одежду, — нахмурился инспектор Молей. — Пока нет. — Из-за этого все и кажется таким нелепым, мистер Квинн. Можно, конечно, сказать, что парень спустился на этот лоскут пляжа ночью, снял с себя все и немного охладился в океане. Но что, черт возьми, случилось с его вещами? И где его полотенце? Как он мог обсохнуть ночью без полотенца? Только не говорите мне, что кто-то стянул его шмотки, пока он тут плескался, как это делают ребятишки. Во всяком случае, я так думаю, пока чего-нибудь не найду. — Полагаю, вряд ли он купался, — негромко предположил Эллири. — Да-да, вы совершенно правы. На честном красном лице служаки отразилось отвращение. В любом случае купание исключается. На нем был этот идиотский плащ, а в руке ручка. Черт, ведь он писал письмо, когда его убили. А вот это, — сухо заметил Эллири, — уже кое-что. Теперь они стояли позади застывшей фигуры. Тело Марко было обращено лицом к маленькому пляжу, а широкая спина в плаще к ступеням террасы. Казалось, он погрузился в раздумья, глядя поверх сверкающего песка и легких волн синего моря, наполнявших устья бухты. Море ушло, хотя даже сейчас Эллири мог наблюдать почти незаметное отступление воды. Тридцать футов песка оставались совершенно гладкими, без каких-либо чужеродных следов. — Кое-что? — хмыкнул Молей. — Наверняка что-то дозначит. Поглядите сами. Эллири высунул голову поверх плеча трупа. Коронер, трудившийся по другую сторону, проворчал что-то и отступил назад. Но Квин разглядел то, что имел в виду инспектор. Левая рука Марко свисала вниз рядом со столом, и прямо под ней на плите, куда насмешливо указывал окостеневший палец, лежала цветная ручка, точно такая же, как и остальные в коробке из ракушечника. На кончике пера засохли черные чернила. Лист пищи и бумаги, на котором было выведено несколько строчек, кремовый лист бумаги с гербом, тисненный красным и золотым поверху, а чуть ниже герба, на узкой полоске с таинными буквами, было выведено ГОДФРИ, лежал на столе всего в нескольких дюймах от мертвого тела. Очевидно, Марко был убит в тот момент, когда писал, поскольку последние слова, явно незаконченные буквы, резко обрывались, и вниз листа шла жирная черная линия, которая продолжалась по поверхности стола до самого его края. На среднем пальце левой руки, Марко, осталось черное чернильное пятно. — Выглядит вполне натурально, — заметил Элери, выпрямляясь. — Но не кажется ли вам это странным? Хотя бы потому, что он писал только одной рукой? Инспектор Молей уставился на лист, а судья нахмурился. — А сколько, черт побери, взорвался Молей, нужный человеку рук, чтобы написать письмо? — Мне кажется, я знаю, что имел в виду мистер Квинн, проговорил судья, сверкнув молодыми глазами. — Обычно мы не задумываемся над тем, что человеку требуется две руки, чтобы написать письмо, но на самом деле это так. Одну, чтобы писать письмо, вторую, чтобы придерживать лист бумаги. — Однако Марко, продолжил Элери, одобрив кипком понятливость пожилого джентльмена, в правой руке держал эбонитовую трость, судя по тому, как мы теперь видим, и одновременно писал левой рукой. — Я бы сказал, что это ерунда. — Потом торопливо добавил, исходя из поверхностного суждения. — Однако этому может быть найдено объяснение. инспектор позволил себе быструю улыбку. — Вы считаете это неприемлемым, мистер Квин? — Не могу сказать, что вы неправый, хотя сам я так не думаю. Однако все вполне объяснимо. Возможно, трость лежала на столе рядом с Марко, пока он писал. Когда же он услышал позади себя звук, его левая рука проехалась по странице, а правая схватила трость для защиты. Но прежде чем Марко успел что-то сделать, его прикончили. Вот и все. — Звучит достаточно убедительно. — Это вполне может служить объяснением, — продолжил Молей, поскольку письмо не вызывает сомнений. Его писал Марко. И если вы и думаете, что оно подложное, то забудьте об этом. Это не так. — Вы уверены? — Более чем. Это первое, что я проверил сегодня утром. По всему дому полно образцов его почерка. Он был из тех, кто повсюду царапает свою подпись. И письмо, которое писал вчера вечером, написано его почерком. Вот, посмотрите сами. — Нет, нет, — поспешно возразил Элери. — Я не собираюсь оспаривать ваше мнение, инспектор. — Мне вполне довольно вашего слова, что письмо подлинное. Затем, вздохнув, уточнил. — Он был левша? — Да, это я тоже проверил. — Тогда тут и вправду нечего возразить. — Согласен, это сплошная головоломка. И все мало вероятно, чтобы человек сидел на улице, в чем мать родила, прикрывшись лишь театральным плащом, и писал письмо. На нем должна была быть одежда. — Эм, испанский мыс, довольно обширный участок, господней земли, инспектор. Вы уверены, что одежда не спрятана где-нибудь? — Я ни в чем не уверен, — мистер Квинн, — откровенно признался инспектор. — Но у меня есть целая команда парней, которые ничем больше не занимались, кроме как поисками одежды Марко с самого нашего приезда сюда. Однако так ничего и не нашли. Элери пожевал нижнюю губу. — А как насчет тех острых камней у подножия скал инспектор? — Ну, разумеется, я подумал, что кто-то мог бросить шмотки Марко со скалы в воду? Там двадцать футов глубины и даже большего основания скал. — Не спрашивайте меня, почему. Но на камнях ничего нет. Как только у меня будет аппарат, я пошлю парней прочесать дно. — Что именно? — требовательно спросил судья, заставляет вас обоих придавать такую важность несуществующему наряду Марко. Инспектор пожал плечами. — Я полагаю, мистер Квинт согласится со мной, что одежда погибшего существует. В таком случае у убийцы должна была быть чертовски важная причина, чтобы упрятать ее подальше или даже избавиться от нее. Или пробормотал Элли, как нескладно выразился наш друг Флуэллен, есть случай и причина, зачем и почему для всего на свете. Прошу прощения, инспектор, я уверен, вы выразились бы точнее. Молей внимательно посмотрел на него. Скажем, «О, ты уже закончил, Блэки? Почти». Инспектор осторожно взял листок бумаги со стола и протянул его Элли. Судья Маклин скосил глаза через плечо Элли. Он никогда не носил очки, и хотя в 76 лет его зрение стало сдавать, продолжал упорствовать. Справа и ниже от герба стояла дата «Воскресенье». Час ночи Слева четко выведено Лукасу Пенфилду Эксквайру 11-й парк Роу Нью-Йорк Далее шло само послание «Дорогой Люк, на письмо нужно черт знает сколько времени, но у меня есть пара минут для себя самого, и пока я жду, я решил написать себе о своих делах. В последнее время я не мог писать тебе, поскольку должен был соблюдать осторожность. Ты же знаешь, в каком зверинце я нахожусь. Не хочу подогревать страсти раньше времени, пока не буду готов, а потом пусть кипят. Мне это не повредит. Все выглядит в самом радужном свете, и теперь лишь вопрос нескольких дней, когда я смогу сорвать последний большой куш. И все. От буквы Ш шла жирная линия, рассекающая кремовый лист бумаги словно ножом. Какой такой последний большой куш имела в виду эта обезьяна, тихо пробурчал инспектор. «Если за этим ничего не стоит, мистер Квинн, то тогда я родной дядя этой самой обезьяни?» «Замечательный вопрос», начал было Элли, но восклицание коронера заставило их столпиться вокруг него. Поначалу Блейки разглядывал тело с озадаченным видом, как если бы в застывшей позе убитого крылось нечто такое, чего он не мог понять. Но теперь нагнулся и сдвинул шнурок петли с металлической застежки на вороте театрального плаща Марко. Плащ соскользнул с мраморных плеч, и коронер, взявшись пальцем за подбородок убитого, высоко поднял его голову. На шее Марко обнаружилась глубокая тонкая полоса красного цвета. «Задушен!» воскликнул судья. «Похожее на то!» откликнулся коронер, изучая рану. След идет вокруг шеи. Рваная рана на затылке того же происхождения. Должно быть, тут затянули петлю. Судя по всему, это проволока. Но здесь ее нет. Вы нашли ее, инспектор? «Теперь нужно искать еще и проволоку», буркнул молей. «Тогда выходит, на Марко набросились со спины?» спросил Элери, задумчиво вертя в руках свое пенсне. «Если вы имеете в виду тело, с кислой миной, ответил коронер, то да». Убийца стоял сзади, обвил проволокой вокруг шеи, под расстегнутым воротом плаща, затянул посильнее и закрутил вузел на затылке. На это не понадобилось много времени. Он наклонился, подхватил плащ и небрежно накинул его на плечи убитого. «Что ж, я закончил». «Но даже в таком случае, возразил инспектор, нет никаких признаков борьбы. Должен же он был, по крайней мере, выгнуть спину, дернуться в сторону, ну хоть что-нибудь. Но, судя по твоим словам, наш парень даже не шелохнулся и не попытался обернуться. «Позволь мне закончить», парировал костлявый Коронер. «Он был без сознания, когда его задушили». «Без сознания? Вот, смотрите». Коронер приподнял плащ и открыл взору черной кудримарку. Затем ловко разделил пряди почти на самой макушке. На коже черепа просматривался синевато-багровый синяк. Затем дал плащу лечь на место. Аккурат, по темени ему нанесли удар каким-то тяжелым предметом, не настолько сильно, чтобы проломить кость, но вполне достаточно, чтобы он вырубился. После этого просунуть проволоку под воротник и удушить его было проще простого. «Но почему тогда убийца не довел дело до конца дубины?» проворчал судья Маклин. Коронер подавил смешок. «О, по множеству причин! Может, его тошнит от окровавленных трупов, или, может, он прихватил с собой проволоку и не хотел, чтобы она осталась неиспользованной? Не знаю, но он именно так и поступил». «Чем же он его стукнул?» задал вопрос Элери. «Инспектор, вы что-нибудь нашли?» Молей отошел к нише в скалистой стене рядом с огромным испанским кувшином и взял в руки маленький тяжелый бюст. Его тюкнули колумбом, неторопливо пояснил Молей. «Мы нашли эту штуковину на полу у стола и я поставил ее обратно в нишу, которая пустовала, значит, бюст, по всей видимости, взяли отсюда. На камне не остается отпечатков, так что бесполезно даже искать. Пока мы обнаружили этот бюст, нам пришлось подмести весь пол на террасе, но мы не нашли ничего, кроме пыли и песка, нанесенных сюда ветром. Чертовски чистоплотный народ эти Готфри. Или это их слуги так постарались? Он поставил гюст на место. «Никаких следов проволоки, мы мы не искали, но у меня есть отчет о каждом самом малюсеньком предмете, который хоть как-то обнадеживал, обнаруженном моими парнями поблизости. Но никакой проволоки нет, видимо, убийца унес ее с собой». «В какое время умер этот человек?» внезапно спросил Элери. Корнер удивленно посмотрел на него, потом, нахмурившись, глянул на Молея. Тот одобрительно кивнул и Блэйки ответил. «Насколько я могу предположить, хотя это не всегда столь точно, как хотелось бы, он умер между часом и половиной второго ночи, определенно не раньше часу, думаю, что в пределах получаса». «Он умер от удушья?» «Я же сказал, что да, разве нет? Огрызнулся Корнер. «Может, я и не отесанная деревенщина, но свое дело знаю. Он умер практически мгновенно от удушения. Это все. На теле других следов нет. Хочешь провести вскрытие, Молей?» «Так, на всякий случай. Валяй, хотя не думаю, что это необходимо. Если ты с ним закончил, я кликну ребят унести тело». «У меня все. Вы хотели еще что-то узнать, мистер Эллири?» «О, протянул тот, очень многое, но, боюсь, мистер Корнер, вряд ли нам будет полезен. И прежде чем вы уберете мертвого Аполлона...» Он резко наклонился к плитам и, взявшись рукой за лодыжку мертвеца, потянул ее к себе. Но она словно приросла к плите. Он поднял глаза. «Окоченела», насмешливо пояснил Корнер. «Что вы хотите?» «Я хочу», спокойно ответил Эллири, взглянуть на его ступни. «На ступни? Ну что ж, смотрите». «Вы, инспектор, и вы, Корнер, не поднимете ли вы его вместе со стулом? Пожалуйста». Молей и костлявый Корнер, которому помогал полицейский, приподняли тело вместе со стулом. Эллири наклонил голову и принялся разглядывать голые ступни Марко. «Все чисто», пробормотал он. «Интересно». Вытащив из кармана карандаш, он с трудом ставил его между двумя пальцами убитого. Потом повторил операцию со всеми пальцами обеих ступней. «Не пищите». «Хорошо, джентльмены, благодарю вас. Я уже достаточно полюбовался на вашего бесценного мистера Марко, вернее, на его останки». Эллири поднялся с колен, отряхнул пыль со штанин, рассеянно сунул руку в карман за сигаретой и направился по проходу между скал к бухте. Двое мужчин опустили тело на пол, и Корнир дал сигнал двоим верзилам в белых халатах, маячивших на вершине террасы, унести его. «Итак, сынок», произнес голос за плечами Эллири, и он, обернувшись, обнаружил судью Маклина, спокойно его разглядывающего. «Что ты об этом думаешь?» Эллири пожал плечами. «Ничего потрясающего?» «Должно быть его раздел убийца». Я подумал, что на его ступнях могли остаться следы песка. Тогда было бы ясно, что Марко прогуливался по пляжу, из чего могло следовать, что разделся он сам. Но они чисты. Он явно не ходил по пляжу босым, поскольку между пальцев ног нет ни песчинки, а также в туфлях, поскольку на песке нет следов. Неожиданно он остановился, уставившись на пляж с таким выражением, как если бы видел его впервые. В чем дело? Но прежде, чем Элили успел ответить, над их головой раздался грубоватый мужской голос. Они задрали голову и увидели локоть, одетого в синюю форму полицейского. Он стоял на краю вершины высокой скалы, выходящей на террасу и пляж со стороны дома. «Простите, мэм», торопливо говорил он кому-то, «вам сюда нельзя, вы должны вернуться домой». Они мельком увидели лицо женщины, широко раскрытыми от ужаса глазами, которая выглянула из-за стены и впилась взглядом в беззащитное тело голого Джона Марко, уже сваленное двумя служителями в белом в некое подобие корзины. Мраморное тело было сплошь испещрено черными полосками тени, отбрасываемой балками крыши террасы, и походило на тело человека, забитого плетьми до смерти. На женском лице, глядящем на него сверху, застыло странное выражение. Это было бледное, перекошенное от ужаса, лицо миссис Констебль. Глава четвертая. Коварные приливы и отливы. Потом женщина исчезла, инспектор Молей задумчиво обронил. Интересно, что ее гложет? Она смотрела на него, как если бы никогда в жизни не видела мужчину. Опасный возраст, нахмурился судья Маклин. Она вдова? Почти. Насколько мне известно, у нее больной муж, который около года находится в Аризоне или где-то еще на западе, в каком-то санатории. И, по-моему, это неудивительно видеть перед собой такую страхолюдину в течение 15 лет, а то и дольше, никак не способствует здоровью. Выходит, ее муж не знаком с Готфри. Судья Маклин задумчиво вытянул губы трубочкой, хотя зря задавать такой вопрос. У меня и прежде сложилось впечатление, что она сама знает их не слишком близко. Это так, странно посмотрев на него, подтвердил Молей. Из того, что я слышал, Готфри не знакомы с Констеблем. Никогда не встречались с ним, а он не бывал у них здесь, в доме. Что вы хотели сказать, мистер Квинн? Элли, который слушал с отсутствующим видом, обернулся. Двое мужчин в белом шли по гравиевой дорожке, унося тело на носилках. Негромко переговариваясь между собой, они тяжело ступали под его весом. Затем он пожал плечами и снова уселся в удобное плетеное кресло. А что вы знаете, спросил он, попыхивая сигаретой, о здешних приливах и отливах, инспектор? О приливах и отливах? Что вы имеете в виду? В данный момент ничего другого, кроме того, что спрашиваю. Специфическая информация может прояснить то, что пока туманно, если вы понимаете, о чем я. Не уверен, что понимаю, с усталой улыбкой ответил инспектор. Судья, о чем это он? Судья Маклин хмыкнул. Будь я проклят, если знаю, у него есть отвратительная привычка говорить о чем-то, что, кажется, имеет смысл, но при ближайшем рассмотрении ничего не значит. Хватит тебе, Эли, тут серьезное дело, а не пикник. Спасибо за напоминание. Я задал вполне невинный вопрос, обиженно отозвался Квин. Приливы, мой друг, приливы, в частности, приливы и отливы в этой бухте. Мне нужна информация о них, и чем более точная, тем лучше. О, протянул инспектор и почесал голову. Ладно, я помогу вам. Сам я мало в этом разбираюсь, но у меня в подразделении есть один парень, который знает здешние побережья как пять своих пальцев. Может, он вам поможет? Тогда стоит послать за ним, вздохнув, предложил Элери. Сэм, кликнул Молей, пришли к нам левти, слышишь? Он ищет одежду, прокричал в ответ полицейский с дороги. Черт, я и забыл, отыщите его поскорей. Кстати, начал судья, а кто нашел тело, инспектор? Я так и не понял. О, черт, миссис Готфри! Сэм, прокричал он снова, пришли сюда миссис Готфри, одну. Видите ли, судья, мы получили сигнал в шесть тридцать утра, и через пятнадцать минут уже были здесь. С этого самого момента сплошная головная боль. У меня не было возможности поговорить с кем-либо из здешней публики, кроме как с миссис Готфри, но она была слишком расстроена, чтобы связно излагать, так что не мешает прояснить все прямо сейчас. Они ждали молча, задумчиво глядя на море. Немного погодя, Элери посмотрел на свои наручные часы. Было немногим больше десяти. Потом он снова перевел взгляд на сверкающие воды бухты. Их уровень заметно повысился, и море отъело у пляжа приличный кусок. Затем мужчины поднялись на террасу. Высокая смуглая женщина с болезненной медлительностью спускалась вниз. Ее глаза покраснели, веки распухли, словно она страдала базедовой болезнью. К груди она прижимала промокший насквозь носовой платок. Спускайтесь к нам, мягко пригласил инспектор. Теперь уже ничего страшного, миссис Готфри, всего несколько вопросов. Она искала его, в этом они были уверены. Ее покраснившие глаза бегали из стороны в сторону, против ее желания. Женщина продолжала медленно спускаться, как если бы противилась, и одновременно желала этого. Его нет, неуверенным тоном начала она. Его уже забрали, нахмурившись пояснил инспектор. Присаживайтесь. Она обернулась в поисках стула. Потом медленно села, не спуская глаза стула, на котором до этого сидел Джон Марко. Сегодня утром вы мне сказали, начал инспектор, что это вы обнаружили тело мистера Марко на террасе. Вы были в купальном костюме. Вы спускались к пляжу, чтобы искупаться, миссис Готфри? Да. В шесть тридцать? Осторожно, спросил Элери. Она подняла на него удивленные глаза, как если бы только сейчас заметила его. Почему вы мистер Квинн? Да, детектив. Не так ли? Неожиданно закрыв лицо руками она рассмеялась и со сдавленными рыданиями в голосе спросила. Почему вы все не уберетесь отсюда? Почему не оставите меня в покое? Что случилось, то случилось. Он мертв и все. Разве вы можете вернуть его? А вы бы хотели, сухо отозвался судьбя Молей, чтобы мы это сделали, миссис Готфри. Нет, о, господи, нет, прошептала она, ни за что на свете. Уж лучше так. Я рада. Она отняла руки от лица, в ее глазах стояли слезы. Я не это имела в виду, быстро поправилась она. Я так расстроена. Так значит, в 6.30, негромко напомнил Элери, как если бы ничего не случилось. Ого, усталым жестом женщина прикрыла глаза от солнца. Да, именно так. Я ранняя пташка. Никогда не могла понять женщин, которые нежатся в постели до 10-11 часов. Она говорила рассеянно, ее мысли явно блуждали где-то далеко. Потом в ее голосе прозвучали боль и неуверенность. Мой брат и я... Да, миссис Готфри, поспешил ей на помощь инспектор. Мы обычно ходили плавать вместе, прошептала она. Дэвид плавает... плавал... плавает, миссис Готфри, пока нам не будет известно другое. Дэвид и я часто ходили поплавать до 7 часов. Я всегда любила море. И Дэвид тоже, разумеется. Он плавает как рыба. В нашей семье лишь мои двое такие. Мой муж терпеть не может воду, а Роза так и не научилась плавать. В детстве она была страшно напугана, едва не утонула, и после этого наотрез отказалась учиться плавать. Она говорила, как во сне, словно какая-то скрытая сила побуждала ее давать объяснение. Неожиданно голос женщины надломился. «Сегодня утром я спустилась одна. К тому времени вы уже знали, что ваш брат пропал?» негромко напомнил Элери. «Нет, я не знала!» Я постучала в дверь его спальни, но он не откликнулся. Тогда я решила, что он уже спустился к пляжу. Я не знала, что его не было дома всю ночь. Вчера вечером я рано... Она помолчала, ее взор затуманился. Я неважно себя чувствовала, поэтому пошла спать раньше обычного. Я не знала, что Роза и Дэвид пропали. Я спустилась к террасе, потом я... Я увидела его, сидящего за столиком в плаще спиной ко мне. Я сказала доброе утро или что-то вроде этого, но он не обернулся. Ее лицо исказилось от ужаса. Я прошла мимо него, глянула на его лицо, что-то заставило меня обернуться. Она содрогнулась и замолчала. «Вы дотрагивались для чего-нибудь?» резко спросил Эллири. «Господи, нет!» воскликнула миссис Готфри. «Я скорее умерла бы». «Как можно?» Она снова вздрогнула. Все ее тело передернулось от отвращения. Я закричала. Прибежал Джером, Джером, правая рука моего мужа по хозяйству. «Кажется, я потеряла сознание. В следующий момент, когда я пришла в себя, вы, джентльмены, были уже здесь?» «Полиция, я имею в виду». «Хорошо», кивнул инспектор. Повисла долгая пауза. Миссис Готфри сидела, кусая край мокрого носового платка. Даже в горе ее упругое стройное тело выглядело молодым. Невозможно было представить, что перед вами женщина, у которой взрослая дочь. Эллири внимательно изучала изгиб ее тонкой талии. «Кстати, миссис Готфри, на вашу любовь к плаванию не влияла погода». «Я не понимаю, о чем вы?» тихо произнесла она, неудолменно глядя на него. «Вы спускались к морю каждое утро в 6.30, чтобы искупаться и в дождь, и в солнце». «О, вы об этом?» она покачала головой. «Да, я люблю море в дождь. Оно такое теплое, вода пощипывает кожу». «Это замечание настоящей гидонистки», улыбнулся Эллири. «Я понимаю, о чем вы говорите. Однако вчера ночью не было дождя, так что все это ради красного словца». инспектор Мулей сделал странный жест, проведя рукой по губам и подбородку. «Послушайте, миссис Готфри, нет смысла бродить вокруг да около. Убит человек, ваш гость, а убийства не совершаются просто ради забавы. Что вы знаете обо всем этом? Я? Но ведь это вы пригласили мистера Марко, не так ли? Или ваш муж? Я? Ну и? Она подняла на него глаза. Неожиданно они стали совершенно пустыми. «Ну и что, инспектор? Ну и?» Мулей явно начинал сердиться. «Вы же отлично понимаете, что я имею в виду. Кто с кем здесь не ладил? У кого могли быть причины прикончить Марко?» Женщина слегка приподнялась на стуле. «Пожалуйста, инспектор. Это звучит крайне бестактно. Я не сую нос в дела моих гостей». Мулей сдержал себя и, прищурившись, посмотрел на нее. «Разумеется, я не думаю ничего такого. Но ведь что-то должно было случиться, миссис Готфри. Человека не убивают ни с того, ни с сего». «Насколько мне известно», бесцветным голосом произнесла она, «Ничего не случилось. Разумеется, я не могу знать всего. У вас были и другие гости или посетители, кроме тех, кто находится здесь сейчас, я имею в виду за последние пару недель?» «Нет, совсем никого, никого, и никто не ссорился с Марко или с кем-либо из присутствующих». Стелла Готфри прищурила глаза. «Не, я хотела сказать, что я ничего такого не слышала». «Хм... И вы уверены, что никто не приезжал сюда, чтобы повидаться с Марко?» «Уверена? Насколько может быть уверена любая хозяйка? У нас на испанском мысе не бывает неожиданных гостей, инспектор». Теперь она одержалась надменно. А что касается тех, кто мог бы подкрасться тайком, тот же Ром не пропустит мимо и мухи, если бы кто-то и появился, я об этом знала бы. За все то время, что Марко находился здесь, он часто получал письма». «Письма?» Она задумалась едва ли не с облегчением, как показалось Элери. «Дайте подумать, инспектор, не часто. Но видите ли, когда почтальон доставляет почту, миссис Бурлей, моя экономка, приносит ее мне. Я сортирую, а миссис Бурлей разносит письма по комнатам членам семьи и тем гостям, которые живут у нас в данное время. «Вот откуда я, я это знаю, мистер Марко получил за все время своего пребывания здесь два или три письма». «А как давно?» осторожно спросил судья Маклин. «Он живет у вас, миссис Готфри». «Все, все лето». «А, так сказать, вечный гость». «Тогда вы очень хорошо его знаете». Глаза судьи пронизывали ее насквозь. «Простите?» Она несколько раз поспешно моргнула. «Да, довольно хорошо. Я узнала его довольно близко за последние несколько месяцев. Мы познакомились в начале весны в городе». «А как случилось, что вы пригласили его к себе?» хрипло поинтересовался Молей. Кисти ее рук переплелись. «Он как-то заметил, что любит море и что у него нет определенных планов на лето. Мне нам всем он очень понравился. Он был веселым собеседником, очаровательно пел испанские песни». «Испанские песни?» задумчиво произнес Элери. «Тогда может он был испанцем, миссис Готфри?» «Думаю, да, в каком-то поколении». «Тогда его национальность и название вашего владения случайно совпали. Видимо, так. Вы говорили, он играл в теннис, как настоящий профессионал. У нас есть несколько покрытых дерном кортов на другом конце мыса, а также поле для гольфа. Он играл на пианино и был превосходным игроком в бридж. Так сказать, идеальный гость для летнего отдыха». «Не говоря уже», добавил Элери, улыбаясь, «а его внешние привлекательности ценное преимущество, когда среди гостей превалируют дамы». «Да, случай в самом деле печальный». «Итак, вы пригласили этого мистера совершенства погостить на лето, миссис Готфри. Надеюсь, он вел себя подобающим образом». Ее глаза гневно вспыхнули. Потом она тяжело сглотнула и снова опустила их. «О, да, вполне. Роза, моя дочь, очень к нему привязалась. Значит, на самом деле, мисс Готфри главная виновница его присутствия здесь, миссис Готфри». «Я? Я этого не говорила». «Позвольте мне», вкратчиво заговорил судья, «насколько хорошо играл мистер Марков Бридж». Пожилой джентльмен сам слыл заядлым игроком. Миссис Готфри подняла брови вверх. «Я не вижу превосходным, как я уже говорила, судья Маклин, лучшим среди всех нас». «Вы обычно делали высокие ставки?» осторожно спросил судья. «Вовсе нет, иногда полцента, а чаще всего пять». «В моих кругах такие ставки считались бы достаточно высокими», улыбнулся пожилой джентльмен. «Насколько я понимаю, Марко постоянно выигрывал». «Прошу прощения, судья», холодно отрезала миссис Готфри, поднимаясь со стула. «Это и в самом деле звучит беспардонно. неужели вы думаете, что я...» «Простите меня», извинился судья невозмутимым тоном, «но кто чаще всего из присутствующих оказывался его жертвой». «Ваши выражения, судья, вряд ли можно счесть за хороший тон. Я несколько раз проигрывала, и миссис Мун тоже. «Сядьте», резко велел ей инспектор Мулей, «Так мы ни до чего не договоримся». «Простите, судья, но этот случай мало походит на убийство из-за карт. Что касается писем для Марко, миссис Готфри, то у вас есть хоть какая-то идея, от кого они были?» «Да, да, письма», оживился Элери, «это чрезвычайно важно». «Думаю, тут я могу вам помочь», ответила миссис Готфри все тем же холодным тоном и снова села. «Видите ли, когда я их сортировала, то не могла не заметить, что все письма Марко приходили от одного адресата. Все конверты были делового типа с фирменным знаком в углу, одним и тем же». «Случайно не от Лукаса ли Пенфилда?» насмешливо поинтересовался Элери. «Одиннадцатая парк Роу, Нью-Йорк Сити». Ее глаза округлились в неподдельном удивлении. «Да, это те самые ими-адрес. Думаю, писем было три, не два, с разницей в две-три недели». Все трое мужчин обменялись взглядами. «Когда пришло последнее?» спросил Мулей. «Четыре или пять дней назад. На конверте под его именем значилось адвокат». «Адвокат!» негромко воскликнул судья Маклин. «Боже мой, я должен был догадаться по адресу!» он замолчал, опустив задумчивости веки. «Надеюсь, теперь все?» Миссис Готфри с трудом снова поднялась. «Роза нуждается в моем внимании». «Хорошо», с кислой миной кивнул инспектор. «Но я докопаюсь до правды, даже если мне придется пройти сквозь огонь и воду, миссис Готфри. Я не удовлетворен вашими ответами, скажу вам откровенно. Я считаю, что вы ведете себя крайне неразумно. В конце концов, всегда выгоднее, если сказать правду вначале. «Сэм, проводи миссис Готфри к дому». Стелла Готфри быстро окинула их лица встревоженным, вопросительным взглядом, затем поджала губы, тряхнула темной красивой головой и в сопровождении Сэма начала подниматься по ступеням. Они молча смотрели ей вслед, пока она не исчезла из вида. Потом Молей буркнул. «Она знает намного больше, чем рассказала». «Господи, какой бы ангельской музыкой звучал весь этот бред, если бы все говорили правду». «Правда, сказанная в начале окупится в конце», произнес Элли резадумчиво. «Как вам это мудреное изречение, судья?» «Оно достойно быть занесенным в скрижале». Он насмехнулся. «Инспектор, честно говоря, это дамская слабость, если немного поднажать в нужном месте». «А это устало», произнес инспектор, «Лефти, спускайся к нам, Лефти. Познакомься с судьей Маклином и мистером Квинном». Мистер Квинн хотел узнать о здешних приливах и отливах. Шмотки еще не нашли. Лефти оказался маленьким жилистым человечком с утиной походкой. У него были рыжие волосы, красные в веснушках лицо и такие же красные веснущатые руки. «Нет еще, сэр. Сейчас ребята ищут на поле для гольфа, а траулерная команда только что прибыла. Рад познакомиться с вами, джентльмены. Что вы хотели узнать о приливах, сэр?» «Все, что можно», пояснил Элери. «Присаживайтесь, Лефти. Курите? Вы давно знаете эти места?» «Довольно давно, сэр. Я родился не далее, как в трех милях отсюда». «Замечательно. Насколько коварны эти приливы и отливы?» «Коварны?» «Не сказал бы, что не особо коварны, разве что в тех местах, где условия позволяют им немного почудить». Он усмехнулся. «Однако нам все же удалось составить довольно точный график приливов и отливов». «А как насчет приливов в этой бухте, Лефти?» «Оу!» «Улыбка исчезла с его лица. «Теперь я вас понял, сэр. Тут как раз то самое место, где они ведут себя коварно. Необычное образование и узкий выход в море сбивают к черту все графики. — Вы можете привезти мне соответствующее время отливов и приливов для любого периода? Левтий торжественно выудил из объемистого кармана потрепанный буклет. — Само собой, сэр. Однажды мне довелось сделать кое-какую работенку для геодезистов на здешнем побережье, так что я знаю об этой бухте все. — Какой день? Эллили глянул на свою сигарету и протяжно произнес. — Вчерашняя ночь. Полицейский полистал страницы. Судья Маклин сощурил глаза и вопросительно посмотрел на Эллили. Но тот в приятной задумчивости изучал наступающую кромку воды с ее неровными краями. — Ага, — произнес Левтий, — вот, вчера утром... — Начните-ка со вчерашней ночи, Левтий. — Хорошо, сэр. — Вчера ночью максимального уровня прилив достиг в двенадцать часов шесть минут. — Чуть позже полуночи, — задумчиво обронил Эллили. — Затем вода начинает отступать, поэтому... — А когда наступил следующий прилив? — Левтий снова усмехнулся. — Он наступает сейчас, сэр, и достигнет максимума в двенадцать... — Пятнадцать дня. — А в какое время ночи был максимальный отлив? — В шесть часов одну минуту утра, сэр. — Понятно. Скажите мне вот что, Левтий. Насколько быстро, как правило, уходит из бухты море? — Левтий почесал рыжую голову. — Это зависит от времени года, сэр, как и в любом другом месте. Но море уходит довольно быстро. Замер глубины лотом показывает необычное дно и нагромождение скалистых обломков. Воду здесь как будто высасывают насосом. — Ага. Тогда между глубиной воды в прилив и отлив существует значительная разница. — Само собой, сэр. Как видите, здесь отлогий берег, так что уровень быстро падает. Иной раз весной приливы покрывают третью ступень этой террасы, что ведет к песку. Разница в глубине может составлять девять-десять футов. — Похоже, это довольно много. — Относительно, сэр. Больше, чем где-либо еще на этом побережье. Но это тьфу по сравнению с приливами в Истпорте, штат Мэн. Там разница доходит до девятнадцати футов, а в заливе Фанди до сорока пяти. Побивает все рекорды, я думаю. И потом... — Довольно-довольно вы меня убедили. — Поскольку вы оказались всеведущим, по крайней мере, в вопросах, касающихся динамической океанографии, возможно, вы скажете нам, Левти, насколько сильно был обнажен этот пляж в час минувшей ночи. Наконец, инспектор Маклин и судья Молей догадались, к чему клонил Элери. Судья скрестил длинные ноги и стал пристально вглядываться в потихоньку под ползающее море. Надов губы, Левти изучал бухту, затем его губы беззвучно задвигались, как если бы он что-то подсчитывал. — Видите ли, сэр, тут многое приходится принимать во внимание, — сообщил он наконец. Но если прикинуть как можно точнее и учесть тот факт, что в это время года максимальный прилив оставляет непокрытыми водой примерно 2 фута пляжа, я сказал бы, что в час ночи здесь должно было оставаться по меньшей мере 18, может, 19 футов голого пляжа. Я же говорил вам, что прилив и отлив наступают здесь быстро. В пол второго утра, может быть, даже все 30, воды в этой бухте выкидывают с графиком чёрт те какие фокусы! Элери одобрительно похлопал парня по плечу. — Превосходно! Это всё, Левти, и большое вам спасибо! Вы мне здорово всё прояснили. — Рад был помочь вам, сэр. Что-нибудь ещё, шеф? Молей с рассеянным видом отрицательно потряс головой. И детектив удалился. — Ну и что с этого? — спросил немного погодя инспектор. Элери поднялся и подошёл к ступеням террасы, ведущим к пляжу. Но он не стал спускаться на песок. — Кстати, инспектор, я правильно понимаю, что сюда, на террасу, есть только два пути — с основной дорожки наверху и со стороны бухты. — Ну да, это легко видеть. Мне хотелось убедиться. Тогда, хотя я и не люблю спорить, — негромко вмешался судья Маклин, — но позволь мне заметить, мой мальчик, что по обеим сторонам террасы возвышаются скалы. — Однако они сорока футов, если не больше, в высоту, — возразил Элери. — Неужели ты предполагаешь, что кто-то мог сигануть с вершины одной из этих скал на террасу или пляж, который ещё ниже? — Не совсем так. Но ведь существует такой предмет, как верёвка, чтобы спуститься. — Верёвку не за что привязать, — резко возразил инспектор Мулей. — Ни деревьев, ни валунов по обеим сторонам, по крайней мере, на протяжении двухсот ярдов. — А как насчёт сообщника? — слабо запротестовал судья, который мог держать верёвку. — Ну вот, — раздражённо буркнул Элери. — Теперь ты пустился в софистику, мой дорогой салон. Разумеется, я думал о такой возможности, но за каким чёртом кому-то могло понадобиться выбирать этот окольный маршрут, чтобы добраться до террасы, когда есть дорожка и ступени. Ты же знаешь, они не охраняются, а ночью в тени скал тут ни черта не видно. — Зато слышно. На гравиевой дорожке могли быть слышны шаги. — Верно. Но тот, кому вздумалось бы спускаться по верёвке, был бы слышен не меньше, пока он бился и цеплялся бы оборозчатую скалу. К тому же этот звук вызвал бы ещё большее подозрение для намеченной жертвы, чем шуршание шагов по гравиевой дорожке. — Вряд ли. Если это были бы шаги капитана Кидда, — хохотнул судья. — Мой дорогой мальчик, я совершенно уверен, что ты прав. — Я просто пытаюсь прояснить то, что, по моему мнению, требует прояснения. Ты сам всегда проповедуешь, что любая мелочь должна приниматься во внимание. Элери усмехнулся примирённый. — Тогда ладно. К террасе есть два подхода. Дорожка вверху и бухта внизу. Мы знаем, что в час ночи Джон Марко был ещё жив на этой террасе. Мы знаем это из его собственного свидетельства. Он поставил время в начале письма, которое писал этому Пенфилду. — Верно, — кивнул Молей. А теперь, даже принимая во внимание, что его часы могли врать, ошибка не может превышать получаса. Хотя всё говорит в пользу того, что она не могла быть столь велика, если вообще была. Коронер определил время смерти, которое наступило мгновенно, между часом и половиной второго. Так что мы выверили всё линейно. Он замолчал, чтобы глянуть на мирный маленький пляж внизу. — Ну и что из этого? — хрипло спросил инспектор. — Он явно пытается установить время появления убийцы, — пробормотал судья. — Давай, действуй, Элери. Но если Марко был ещё жив в час ночи или около того, тогда в какое время явился сюда убийца? — продолжал размышлять вслух Элери, одобрительно глянув в сторону судьи. — Это крайне важный вопрос. Мы бы здорово продвинулись вперёд, если бы знали ответ на него. Ибо по собственному свидетельству Марко мы знаем, что первым сюда пришёл он. — Вау! — воскликнул Молей. — Не так быстро. С чего вы это взяли? — Да вы что? Он сам это подтвердил в своём письме. — Вы должны мне это доказать. — строптиво пробурчал Молей. Элери вздохнул. — Разве он не написал, что у него есть пара минут для себя самого? Очевидно, он не написал бы этого, будь он не один. Собственно говоря, Марко начал письмо с того, что кого-то ждёт. Единственным аргументом против этого могло бы стать доказательство того, что письмо фальшивое. Но вы же сами сказали, что вопрос об аутентичности почерка Марко не стоит, и я готов положиться в этом на вас, поскольку это подтверждает мои доводы. Если Марко был жив в час ночи и при этом был здесь один, значит, убийца ещё не пришёл. Он помолчал, потому что инспектор вздрогнул. В просвете меж скал послышался шум, и большая грибная шлюпка медленно появилась в поле их зрения. Она была набита людьми, а по обеим сторонам от неё тянулась странного вида конструкция, исчезавшая в синих глубинах моря. Траулерщики прочесывали дно у скал Испанского мыса в поисках одежды Джона Марко. — Наш специалист по приливам и отливам, — продолжил Элери, не отрывая глаз от шлюпки, — утверждает, что в час ночи около девятнадцати футов пляжа было обнажено. Но я только что показал вам, что в час ночи Джон Марко был ещё жив. — И что из этого? — немного погодя спросил инспектор. — Но вы же сами видели пляж сегодня утром, инспектор! — воскликнул Элери, выкидывая руку вперёд. — Даже к тому времени, когда я и судья Маклин прибыли сюда, то есть пару часов назад, двадцать пять или тридцать футов пляжа оставались обнажёнными, и вы не видели на песке никаких следов? Не так ли? — Не припоминаю, чтобы я видел хоть какие-то следы. — Их и не было! Значит, следов на песке не было так же и ночью, между часом и часом тридцатью. Вода неуклонно убывала, отступая всё дальше и дальше от террасы. Значит, после часу ночи вода никак не могла смыть следы, которые могли бы отпечататься на песке на протяжении восемнадцати футов от террасы вглубь моря. И дождь тоже не мог, да и ветер навряд ли сгладил бы следы в таком защищённом со всех сторон скалами месте. — Продолжай, сынок, продолжай! — быстро проговорил судья. — А теперь смотрите! — Приди убийца Марко на террасу с пляжа внизу, он не мог бы не оставить следов на песке, поскольку, как я уже вам показал, он должен был пройти после часу, в то время, когда более восемнадцати футов пляжа не были покрыты водой. Но на песке нет следов, значит, убийца Марко не мог прийти на террасу с берега. Последовало долгое молчание, нарушаемое лишь голосами перекликающихся на лодке людей и плесканием волн о берег. — Так вот вы к чему ведёте, мистер Элли! — инспектор мрачно кивнул. — Но это бесспорно, мистер Квинн, чёрт побери! Я мог бы сказать вам то же самое без всех ваших сложных расчётов. Отсюда неоспоримо следует... — Отсюда неоспоримо следует... — Что поскольку на террасу есть только два пути и пляж исключается, убийца должен был прийти по суше, по дорожке сверху. — В самом деле, инспектор, неоспоримо это следует лишь после неоспоримого доказательства, а не просто из ниоткуда. Ничего ниоткуда не следует неоспоримо, пока не будет продумано логично, и все другие альтернативы неоспоримо отвергнуты. — Морей взмахнул руками. — Да, убийца Марко пришёл сюда по дорожке сверху, — продолжал Элли. — В этом не может быть сомнения. С этого и следует начинать. — Маловато для начала, — буркнул инспектор. Потом лукаво глянул на Элли. — Так, значит, вы думаете, что убийца пришёл из дома? Квинн пожал плечами. Дорожка есть дорожка. Люди, проживающие в данный момент на этом испанском шишаке, в силу естественных причин, являются непосредственными подозреваемыми. Но дорожка также ведёт к дороге через скалистый перешеек, а дорога через скалистый перешеек ведёт к дороге через парк, а дорога через парк ведёт к шоссе. — Да, мне это известно, — понуро буркнул Мулей. — Его мог пристукнуть кто угодно, включая меня самого. Весьма важное заключение. Давайте лучше поднимемся к дому. Пока они медленно двигались за инспектором, что-то бормотавшим себе под нос, Элли рассеянно полировал стёкла пенсне, а судья Маклин негромко проворчал. Что касается этого дела, то убийца явно ушёл с места преступления также по дорожке. Совершенно невозможно, чтобы он мог перескочить минимум через восемнадцать футов песка. Убив Марко, он не подходил к воде, иначе мы обнаружили бы его следы. О, вы об этом! Совершенно верно! Боюсь, что разочарование инспектора имеет оправдание. В моём недавнем монологе не содержится ничего оригинального, но необходимо было всё расставить по местам. Элли вздохнул. — Никак не могу выкинуть из головы тот факт, что Марко был совершенно голым. Это звучит в моём мозгу с назойливостью лейтмотива Вагнера. Тут кроется какая-то хитрость судья. — Хитрость — это то, что мы сами считаем хитростью, сынок, — провозгласил Маклин. — Не исключено, что вопрос в сущности прост, хотя согласен. Это трудная головоломка. С какой стати кому-то раздевать свою жертву до нога? Он покачал головой. — Хм, ему пришлось попотеть, — проворчал Элли. — Тебе когда-нибудь доводилось раздевать спящего или находящегося в бессознательном состоянии человека? Мне? — Да. И можешь поверить, это не так просто, как кажется. Чего стоит только справиться с непослушными руками и ногами. — Да, та еще работенка. Работенка, которой никто не стал бы заниматься, особенно в такое время, безопределенной и крайне важной на то причины. Конечно, он не мог снять всю одежду, не трогая плаща. Или же снял плащ, раздел Марко, а потом снова надел на него плащ. Но на кой черт его вообще было раздевать? Или зачем было раздевать, но оставлять плащ? — И вот еще что. Если Марко сжимал в руке трость, пока писал, то убийце пришлось вынуть ее из его правой руки для того, чтобы раздеть. Значит, потом он вложил трость обратно в руку? Бессмысленная процедура. Но должна же быть какая-то причина. Зачем? Для большего эффекта? Чтобы сбить с толку? У меня уже начинает болеть голова. Судья Маклин вытянул губы трубочкой. На первый взгляд, это действительно не имеет смысла, особенно раздевание. По крайней мере, здравого смысла здесь нет. Элери, я прилагаю титанические усилия, чтобы не думать об... А нормальной психологии или извращении? — Если убийца... — Женщина, — задумчиво начал Элери. — Чепуха! — фыркнул пожилой джентльмен. — Ты и сам в это не веришь. — О, неужели? — съязвил Элери. — Я заметил, что ты сам об этом подумывал. Тут нет ничего невозможного. Ты старый церковный прихожанин и все такое. Но не исключено, что мы можем иметь дело с психопаткой. И если это так, то тогда нужно искать отвергнутую любовницу, страдающую сексуальной манией. — У тебя извращенный ум, — хмыкнул судья. — У меня логический ум, — парировал Элери. И вместе с тем я должен признать, что имеется несколько фактов, которые не совсем вяжутся с теорией о психопатке. Главным образом упущение по части преступника или преступницы, если тебе угодно. Он вздохнул. — Кстати, что за темная лошадка, этот его дружок Пенфилд? — Э? — воскликнул судья, резко остановившись. — Пенфилд! — медленно повторил Элери. — Ты наверняка помнишь Пенфилда, Лукаса Пенфилда, адвоката, 11-й парк Роу, Нью-Йорк-Сити. Я чуть со смеху не покатился, когда ты изображал меланхолию, сидя с опущенными долу очами. Допустим, ты оставался верен Уиллу Коллинзу и изливал в сладкозвучный рожок свою печальную душу. — Сам ты, сладкозвучный рожок, иногда ты просто выводишь меня из себя, — сварливо буркнул судья. — Неужели мое лицо столь красноречиво? А ведь когда-то я слыл сфинксом. Однако я не изображал меланхолию, просто предавался внезапно нахлынувшим на меня мрачным воспоминаниям ускользающей памяти. Я вспоминал. — Вспоминал что? — То, что случилось много лет назад. Десять, а то и больше. Я был довольно известным специалистом по ведению экстренных дел в судебной ассоциации. Зачастую у нас случались неприятные внутренние разборки. Я имел сомнительное удовольствие познакомиться с мистером Лукасом Пенфилдом в связи с особо дурно пахнущим дельцем. Поэтому я наслышан об этом джентльмене с его сомнительной репутацией. — А-а-а! — Тьфу да и только! — сухо ругнулся судья. Возмущенное братство адвокатов выдвинуло против него обвинение. Если, конечно, это тот самый Пенфилд. Одним словом, его собирались лишить адвокатской практики. В частности, за подбивание свидетелей, по делу давать ложные показания, за дачу крупных взяток для борьбы против присяжных и еще за кое-какие не менее неприглядные поступки. И чем закончилось? Ничем. Адвокатское братство выпустило пар, но у них не нашлось против него никаких доказательств. Его защита была, как всегда, мастерской. Процедура лишения адвокатской практики Пенфилда провалилась. Я мог бы продолжать ораторствовать насчет мистера Пенфилда целый день, мой мальчик. Память становится все острее с каждым минувшим мгновением. — Значит, Джон Марко переписывался с паршивой овцой? — Да, — пробормотал Элери. — И, судя по всему, не имел ничего против его подмоченной репутации. — Расскажи мне все, что ты знаешь о Пенфилде, ладно? — О нем можно выразиться одной-единственной фразой, — хмыкнул судья Маклин, вытягивая губы в трубочку. — Люк Пенфилд. — Самый большой мерзавец, по которому веревка плачет. Глава пятая. Дом странных гостей. Они нашли патио опустевшим, не считая двух скучающих полицейских, и двинулись за инспектором к экзотической арке в мавританском стиле, которая привела их в маленькую сводчатую галерею, украшенную традиционными арабесками и расписной глазурованной плиткой. — Кто бы мог, глядя на Готфри, заподозрить в нем набоба, питающего страсть ко всему восточному? — обронил Элери. Он явно велел архитектору налечь на мавританский аспект испанской архитектуры. — Достойно Фрейда. — Я иногда поражаюсь, — медленно произнес пожилой джентльмен. — Как ты можешь спокойно спать с такими мозгами? — И в то же время, — продолжил Элери, останавливаясь, чтобы рассмотреть яркую плитку в красных, желтых и зеленых цветах, — хотелось бы знать, как проживание в эдакой сарацинской атмосфере, сдобренной острым испанским соусом, отражается на северном складе ума. В такой обстановке не потребуется слишком много времени, чтобы разжечь потухший огонь. Есть женщины восточного типа, вроде миссис Констебль, которая... — Идемте, идемте, джентльмены! — раздраженно поторопил их инспектор Мулей. — Нас ждет много работы! Обитатели дома собрались в просторной испанской гостиной, которая, казалось, была полностью перенесена из гасиэнды некоего средневекового дона Кастильи. Здесь были все. Миссис Констебль. Ее бледность сменилась слабым румянцем, а глаза вместо испуганного приняли настороженные выражения. Супруги Мун, две неулыбчивые статуи, миссис Готфри со своим истерзанным носовым платком, роза, сидящая спиной к панурму Эрли Корту, и Олтер Готфри, по-прежнему в грязных штанах, толстый коротышко-слуга, беспокойно расхаживающий по блестящей циновке. — Мы немедленно осмотрим его комнату, — продолжил Мулей, блеснув глазами. — А теперь, господа, послушайте меня. Я исполняю свой долг, и мне плевать, кто вы такие и какие страдания испытываете, и скольким важным шишкам можете на меня пожаловаться. В нашем штате и в округе действует справедливый закон. Он касается и вас, мистер Готфри. — Толстый коротышко глянул на инспектора тусклыми глазками, продолжая расхаживать по комнате. — Я собираюсь докопаться до самой сути, и никто меня не остановит. Это ясно? Готфри перестал расхаживать. — Никто и не собирается тебя останавливать, — резко сказал он. — Так что кончай трепаться и давай действуй. — Именно это я и собираюсь сделать, — недобро усмехнулся Мулей. — Вы будете удивлены, если я скажу вам, как тяжело иногда убедить людей, что в деле об убийстве никаких фокусов не дозволяется. Вы так возбуждены, мистер Готфри. Так что, пожалуй, начнем с вас. Правда ли, что вы не имели никакого отношения к присутствию здесь Джона Марко? Готфри бросил странный взгляд на напряженное лицо жены. — Это миссис Готфри вам так сказала? Казалось, он был удивлен. — Пусть вас не тревожит, что сказала мне миссис Готфри. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. — Да, это так. Вы были знакомы с Марко в обществе до того, как ваша жена пригласила его погостить к вам. — Я мало с кем знаком из общества, инспектор. Холодно отрезал миллионер. Думаю, миссис Готфри познакомилась с этим парнем на каком-то приеме в городе, а я был, видимо, представлен ему. У вас были с ним какие-то дела? — Прошу прощения. Готфри высокомерно напыжился. — Вы вели с ним какие-нибудь дела? — настойчиво повторил Молей. — Что за чушь! За все лето я не перекинулся с ним и тремя словами. Он мне не нравился, и мне плевать, если все это знают. Но поскольку я никогда не вмешиваюсь в светские дела, миссис Готфри. — Где вы были в час вчера ночью? — Змеиные глазки миллионера стали жесткими. — В постели. — Спал. — Когда вы легли спать? — В десять тридцать. — И оставили своих гостей веселиться? — рявкнул Молей. — Это не мои гости, инспектор. — А моей жены. — Спокойно ответил Готфри. — Давайте уясним это сразу. И если вы поинтересуетесь у этих особ, то узнаете, что я общался с ними настолько редко, насколько это возможно физически. — О, Алтер! — с мольбой воскликнула Стелла Готфри и сразу же прикусила губу. Роза отвернулась. На ее утомленном лице отразилась досада. Монны почувствовали себя неловко. И бывший аризонец что-то пробурчал под нос. Только одна миссис Констебль не переменилась в лице. — Тогда в последний раз вы видели Джона Марко живым в десять тридцать вечера? Готфри уставился на него. — Да ты просто дурак! — Что? — инспектор разинул рот. — Неужели ты думаешь, что если я видел Марко после десяти-тридцати, то я это признаю? Миллионер подергал свои штаны, как обыкновенный вспотевший трудяга, и изобразил что-то вроде улыбки. — Ты теряешь понапрасну время, парень! Эллири видел, как непроизвольно сжались в кулаки ручищи инспектора. Его кадык напрягся, но он едва повернул голову в сторону и как можно спокойнее спросил. — Кто видел Марко последним? Повисло молчание. Глаза Молея прошлись по лицам присутствующих. — Ну? — спокойно подтолкнул он их. — Не трусьте. Я всего лишь хочу проследить за передвижениями Марко до того момента, когда он был убит. Миссис Готфри выдавила отчаянную улыбку. — Мы? Мы играли в бридж. — Уже лучше. — Кто играл? — И в какое время? — Миссис Мун и мистер Корт, — тихо ответила Стелла Готфри. — Играли против миссис Констебль и мистера Марко. Мистер Мун, моя дочь, мой брат, и я тоже должны были играть. Но поскольку Роза и Дэвид не появились, мы с мистером Муном просто наблюдали за игрой. Сразу же после ужина мы ненадолго разошлись, но затем вновь собрались в патио, потом перешли в гостиную, в эту комнату. Игра началась около восьми, кажется, или чуть позже, а закончилась где-то в полночь. Может, без четверти двенадцать, если быть более точной. — Это все, инспектор. — И что потом? Ее глаза осузились. — Ну, закончилась игра, и все. Первым ушел мистер Марко. Он, кажется, под конец игры немного нервничал. И как только состоялся последний Робер, пожелал всем спокойной ночи и ушел наверх в свою комнату. Остальные... — Он ушел наверх один? — Думаю, да, один. — Все так считают? Все разом кивнули, не считая Уолтера Готфри, на уродливом лице которого отразилась полупрезрительная улыбка. — Можно мне вас прервать, инспектор? Молей вздрогнул, и Эллири, приветливо улыбаясь, обратился к собравшимся. — Миссис Готфри, вы не покидали этой комнаты с момента начала игры и до ее конца? Она выглядела рассеянной. — Ой, я так не думаю. Пожалуй, в течение вечера каждый из нас выходил из комнаты на несколько минут. Такие вещи обычно не замечаешь. Названные вами четверо игроков играли весь вечер. Не было никаких перемен в партнерах. Миссис Готфри отвела голову немного в сторону. — Я... я не припоминаю. Застывшее красивое лицо миссис Мон неожиданно ожило. Ее платиновые волосы светились в лучах проникавшего сквозь окна солнца. — Я помню. Мистер Корт один раз спросил миссис Готфри. Это было должно быть около девяти часов. Не хочет ли она сыграть вместо него? Миссис Готфри отказалась, но предложила сыграть мистеру Монну, раз мистер Корт больше не желает играть. — Верно, — быстро подтвердил Монн. — Я совершенно забыл об этом Сесилия. Его коечневато красное лицо казалось вырезанным из дерева. — Я сел за стол, а Корт куда-то смылся. — О, вот как! — оживился инспектор. — Куда вы выходили, мистер Корт? Уши молодого человека зарделись, гобы гневно сжались. — Какая вам разница? Марку по-прежнему сидел за столом, когда я выходил. — Куда вы выходили? — Ну, если вам надо знать, — пробормотал Корт, — я вышел поискать Розу, мисс Готфри. Спина Розы изогнулась, и она громко фыркнула. — Я беспокоился о ней, — взорвался юноша. Она ушла со своим дядей сразу же после ужина и не возвращалась. Я не мог понять. — Я сама могу о себе позаботиться, — отрезала Роза, не поворачиваясь. — Ты вчера уже позаботилась о себе, — парировал Корт с горечью. — Хорошо же у тебя получается. — Ты тоже далеко не герой. — Роза, дорогая! — беспомощно взмолилась миссис Готфри. — Как долго отсутствовал мистер Корт? — осторожно поинтересовался Эллири. Но никто ему не ответил. — Как долго, миссис Мун? — О, довольно долго! — воскликнула бывшая актриса. — И мистер Корт был единственным, кто покинул стол и не возвращался довольно долго? По какой-то необъяснимой причине все посмотрели друг на друга и отвернулись. Потом миссис Мун снова заговорила металлическим голосом. — Не только он. — Джи... — Мистер Марко тоже выходил. Наступила мертвая тишина. — В какое время это было? — мягко спросил Эллири. — Через несколько минут после ухода мистера Корта. Ее тонкая белая рука застыла на волосах, и она улыбнулась нервной, кокетливой улыбкой. — А у вас отличная память, миссис Мун, не так ли? — громыхнул Мулей. — О, да. — Джо, мистер Мун всегда говорит мне, куда именно вы ходили, мистер Корт. Резко оборвал ее Мулей. В карих глазах юноша что-то промелькнуло. — О, я просто походил вокруг. Я звал Розу несколько раз, но никто не откликнулся. Вы вернулись до того, как Марко покинул игру. — Ну, прошу меня извинить, сэр, но мне кажется, я смогу вам помочь. Донесся от дверей приятный мужской голос, и все, вздрогнув, обернулись на него. Маленький человечек, одетый в добротный черный костюм, стоял у двери в полусогнутой позе, услужливой и сдержанной одновременно. Это был неприметный карлик с тонкими ручками, совершенно гладким лицом и слегка раскосыми глазами, выдававшими его восточное происхождение. Однако говорил он на грамотном английском, а от его скромного костюма веяло духом Лондона. — Евразиец в каком-то поколении, — подумал Элери. — Кто вы такой? — спросил инспектор. — Тиллер, ступайте немедленно к себе! — гневно выкрикнул Уолтер Готфри, надвигаясь на карлика со сжатыми кулаками. — Кто просил вас вмешиваться? Будете говорить, когда вас спросят! — Как скажете, мистер Готфри, — покорно произнес маленький человечек и повернулся, чтобы уйти. Однако в его глазах мелькнул загадочный блеск. — Эй, вернитесь сюда! — потребовал инспектор. — И я буду благодарен мистеру Готфри, если он не станет вмешиваться. — Тиллер, я вас предупреждаю! — прошипел миллионер. Маленький человечек медлил. — Вернитесь к нам, Тиллер! — ровным голосом потребовал инспектор. — Готфри неожиданно пожал плечами и отошел к огромному креслу с гербом в дальнем углу комнаты. Карлик приблизился неслышными шажками. — Кто вы такой? — Я домашний слуга, сэр. — Мистера Готфри? — Нет, сэр. Мистер Готфри не прибегает к услугам личного слуги. Миссис Готфри нанимает меня для удовлетворения потребностей джентльменов, гостящих на испанском мысе. Мулей остановил на нем выжидающий взгляд. — Хорошо. Так что вы хотели сказать? Эрли Корт глянул на Карлика, потом отвернулся, проведя по светлым волосам нервной загорелой рукой. Миссис Готфри теребила в руках носовой платок. — Я могу рассказать вам о том, что делали мистер Корт и мистер Марко вчера ночью, — ответил коротышка. — Видите ли... — Тельер, — прошептала миссис Готфри, — вы уволены. — Да, мадам? — О, нет, нет, — возразил Мулей. — По крайней мере, не раньше, чем будет раскрыто убийство. — Так что насчет мистера Корта и мистера Марко Тиллер? Слуга прочистил горло и негромко заговорил. Его миндалевидные глаза остановились на скрещенных сарацинских мечах на противоположной стене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова